Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что ежегодно тонкий лед становится причиной несчастных случаев. Погода снова переменчива, нужно соблюдать правила безопасности на водоемах в зимний период. Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости. При переходе через реку пользуйтесь оборудованными ледовыми переправами. При вынужденном переходе придерживайтесь протаренных троп. Не проверяйте прочность льда ударом ноги. Оказавшись на тонком потрескивающем льду, следует повернуть обратно и скользящими шагами вернуться по пройденному пути к берегу. При переходе водоема группой следует соблюдать расстояние 5-6 метров друг от друга. Администрация советского района рассказывает о том, как выбрать новогоднюю елочку. Подсказками делится Рослесхоз. Прежде всего обратите внимание на иголки. Они должны быть зеленого или голубоватого оттенка и хорошо держаться на ветке. Ветка должна хорошо гнуться и не ломаться. Оцените диаметр ствола. Если высота дерева полтора метра, диаметр должен быть не менее 6 сантиметров. А еще у свежей елочки яркий хвойный аромат. Если ваше новогоднее деревце обладает всеми характеристиками, оно простоит до конца праздников и не осыпется. Департамент городского хозяйства и экологии Самары сообщает о том, что на набережной запустили каток с натуральным льдом. Фигуристы уже могут опробовать ледяную поверхность. Всего же этой зимой в Самаре будут работать 128 бесплатных катков во всех районах города.